МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это совсем смешная история. Смешная история с трагическим началом. В 1939 году, 1 января, моего отца арестовали, как врага народа. Дело было и в Иркутске. К тому времени отцу было 42 года, так же, как и моей матери. Естественно, сразу же мать выгнали из особняка, в котором они жили. На руках у матери двое детей. Образование у мамы – гимназия. Рабочий стаж к 42 годам – один год. И кто-то ей сказал, что вот иди в контору, как тогда говорили, трестален золото, там какие-то деньги тебе за мужа причитаются. Она пришла туда и там встретила начальника базы. А он был этот самый человек, однорукий, инвалид гражданской войны, партизан щетинецкий, это известная личность на Дальнем Востоке, и в Иркутске, и Гаврил Кондратьевич Дураков. И он говорит, Маша, моей маме, Иосифа арестовали, я знаю. А куда ты денешься со своим выводком? Она говорит, да не знаю. В общем, собирайся, завтра идет машина в Качеву, грузовой, естественно, грузовик. Вот собирай, что можешь увезти, будешь жить у меня. А ты корову доить умеешь? Мама говорит, могу. Ну вот будешь помогать моей игрушке. У них детей не было. Вот так моя мама оказалась в этом городе Качеве. Так как ей уже шел 43-й год, то она решила, что у нее наступил климакс. И она пошла в районную больницу. В этой районной больнице главный врач, он же был почему-то и гинекологом. Молодой, красивый, говорит мама, здоровый мужик. А мама у меня посидела 27 лет. Ну красивые были серебряные волосы. И у нее спрашивали, дамочка, а чем вы красите? Она говорит, я ничем не крашу. Эта жизнь покрасила. И вот мама пришла, ну что-то там, ну зачем пришла? Он такой грубоватый, видимо, был. Мама говорит, ну как пришла? Вот такие вот женские проблемы. Ну я не знаю, я же не гинеколог. Мама там подробностей тоже не рассказывала. Говорит, да не, мамочка, рожать ты будешь. Мама говорит, как рожать? А вот так, говорит, как вот первых родила, так и этого родишь, ребенка. Вот и все, пришла мать, горючими слезами обливается. И вот эта вот Агриппина Яковлевна ей говорит, ну что, Маша, а аборты были запрещены? У тебя какие-нибудь вещи золотые есть? Она говорит, вот единственное, что осталось часы, часы были дорогие, и кольцо золотое, с каким-то драгоценным камнем. Ну я, говорит, найду знахарку, у нас есть хорошая. В общем, за кольцо она тебе аборт сделает. Мама пошла к этой знахарке, поднялась на крыльцо, постояла, постояла, развернулась и ушла. Вот так вот я родился. Я родился. А сестра комсомолка, ученица девятого класса, это выпускной класс тогда был. Все как надо. И она все теребит мать, что надо мама, брат это зарегистрировать, в ЗАГС идти. А матери не до этого. Правда, все нормально, она родила меня нормально. Я ей грудь сосала, никаких проблем не было. И ей приснился сон, моей маме, что у отца был, у моего отца, у ее мужа, был дядька, который, в общем, давал ему деньги, когда он поступил в Московский политехнический институт, еще до революции. И вот этот самый дядька, говорит моей матери, во сне, Маша, у тебя родился последыш, у меня детей не было, назови его в мою честь. Ну, это еврейское имя, там, Гирш, Гиршал, в общем, ну, так переначали в Григория. И вот, в конце концов, добила сестра мою мать, и мама говорит, ладно, иди, вот тебе справка, иди в ЗАГС и оформляй документы. Как назовем братика? Григория. И мама объяснила моей сестре, сестра толковая была девушка, говорит, вот почему Григорий, в честь кого и все проще. Ладно, идет она по улице, в ЗАГС, на встречу ей идет ее же ученица, я и фамилию помню, со слов и сестры, и мамы, Шура Истомина. И говорит, ты куда, в ЗАГС? Моя сестра спрашивает, та спрашивает, да ты куда в ЗАГС? А что такое? У меня братик родился, а у тебя что такое? Тоже братик родился. Как вашего называли? Спрашивает моя сестра. Шура Истомина говорит, Эдуард. А вашего? Мамочка говорит, тут Эдуард, простая семья, она все-таки вроде бы из семьи ИТР-овца. А тут был какой-то газетный материал, об Эрнсте Тельмане. А моя сестра Бабах говорит, а мы назвали моего братика Эрнст. Ну, пришли в ЗАГС и выяснилось, уже после, когда сестра пришла домой, что не Эрнст написали, а Эрнест. Хорошо хоть Эрнест, потому что первый паспорт мне выдали на Эрниста. В общем, с именем вот так вот. Ну, записала-записала, сестра молчит, и, значит, мама уже там начинает, ой, Гришенька там, ой, маленький, брат у меня был, Михаил, Мишка там бегает, Гришка, Мишка, 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 Гришка. И на счастье выпустили отца. Он приехал вот в этот город Качуга и Гриша, Гриша. А потом отец говорит, ну-ка, метрики-то покажите. Конечно, не одобрил. И никто меня, Гриш, никто меня Эрнестом-то и не звал. Я был Гришкой. Гришка Цыпкин. Вот, Гренька. Вот. И я был таким до восьмого класса. Мне выдали свидетельство по окончании семилетки на Эрнеста по метрикам, а похвальную грамоту выдали на Григория. И вот сейчас моя жена уже точно знает, если, ну, сейчас, к сожалению, уже практически никого не осталось, а еще вот 25-30 лет назад звонок, Гришу, позовите к телефону, все ясно. Иди, твои уральцы звонят. Родня только зовет меня Гриша и до сих пор. Я в судьбу верю. Я фаталист. Потому что я знал, что я буду учителем. Потому что мне это очень нравилось. У меня было, помимо учебы, которая мне очень нравилась, летом у меня было два занятия. Играть в футбол и учить учеников. Все мои друзья по школьной, по дворовой команде были полудвоечники. Тогда была система. Если две двойки за год получил, то в августе можно сдавать эти вот предметы. И я их учил. Я пришел как-то и маме говорю, ну что, мама, вот надо бы дворовые соревнования, дворовых команд, ну и называю, у всех же клички были. У Кутии двойка по алгебре, у Морды двойка по русскому, мать говорит, ты капитан, вот и учи. И я научил трех из трех. И все они перешли в шестой или в седьмой класс. Нет, Гринька Цыпкин. Даже и по фамилии-то никак вот не звали, ни Цыпа, нет, Гринька. Понимаете, я был всегда, теперь вот говорят, лидером, я всегда был атаманом. Что я дружил только с теми, кто старше меня на два, на три года. Поэтому я многому у них научился, как хорошему, так многому и плохому. А как же не помнить? Я поехал первый раз за границу в ГДР в 1983 году, когда уже мне было 44 года, и я 20 с лишним лет преподавал становение Германии. А вы знаете, что на меня по большому счету ничего, никакого великого впечатления не произвело, что я к этому был готов. то есть я же по картинкам, как я говорю, по альбомам все это видел, все это знал, нравы и обычаи знал. Конечно, человек, который не бывал в той стране язык и культуру, которую он преподает, все равно чего-то не знает. Многое было для меня в Нове, ну, ну, к примеру, немецкое, я бы сказал, разумное ведение хозяйства. Вот такой пример. Меня пригласил секретарь совета округа Нойбранденбург, ну, это зампремьера, переводя на нынешние реалии. Я у него жил в центре города Нойбранденбург. Ну, там туда возили меня, сюда возили как чемодан, потому что у меня друзей, знакомых было очень много. Вот. И меня забирает к себе директор единственного на всю ГДР комбината лесотехники. Лесной генерал Курт Шамель, убежденный коммунист, участник антифашистского движения в 30-е годы. Закончил, ну, во всяком случае, доучивался в Ленинградской лесотехнической академии. Отличный мужик, все как положено. Может и выпить, и за девушками хорошо ухаживал, и все. И вот Курт меня забирает, а хозяин спрашивает, Курт, когда Эрнеста привезешь? Вечером. А хозяин все-таки добивается, когда? В общем, Курт надоело отвечать, и он говорит, ужинать он будет у меня. То есть, понимаете, вот это для меня бы, этого я не представлял. Но правда, я помню фразы, фразу моей мамы, когда я сказал, что я все-таки буду изучать филологию германскую, она сказала, немцы, это все-таки 57-й год, не забудьте, а у меня 27 родственников с обеих сторон погибло. И я вот как-то пять лет тому назад, когда было 70 лет нашей победы в Великой Отечественной войне, я стал считать, сколько человек воевало. Вот так у меня их набралось около 30. Поэтому вот я понимал нежелание родителей, чтобы я изучал именно германскую филологию. Ну и мама сказала, господи, немцы, да у них бутерброды на луну только смотреть. Я это понял, когда уже был курсом на втором, я впервые вот увидел настоящие немецкие бутерброды. Да, действительно, очень тонкие. У нас ведь как бутерброд? Здоровый ломоть хлеба, там масло два сантиметра, да еще кусок колбасы, а у них два тоненьких кусочка хлеба посредине там тонкий слой масла и действительно вот это было для меня. Теперь, если обед, если пять человек, так будет пять кусков мяса. То есть, я не считаю, что это скупость, это и нескаридность, это разумное ведение хозяйства. Я столкнулся с синхроном, как говорят, профлексика, в 1970 году, в декабре, здесь, в Петрозаводске, на вот это ВГТРК, как теперь называется, тогда я не знаю, как это называлось, я переводил первая страя Кружкома Комсомола из Нойбранденбурга, Хорст Старуша, моего ровесника, год назад был жив, хороший мужик, вот, бывший слесарь. Вот Хорст говорит, он где-то говорит, его видят все на экране, а я сижу в коморке, где нет окон, только одна дверь, и я, и микрофон, я начинаю, у меня голос громкий, вот говорят, он орет, да не ору я, это голос у меня такой, вот, я начал переводить, ну, там интервью было коротенько, минут на 12, наверное, хватает, и силы ума синхронисту выдержать, но я чувствую, что я себя своим криком, я ни черта не слышу, а я предупредил своих коллег по кафедре немецкого языка пен-института, вот, ребята, приходи, включайте телевизор, в общем, все увидите, вот это был первый опыт, ну, бывали, конечно, случаи, видите, в чем дело, мне приходилось заниматься синхронным переводом, как правило, на официальном уровне, и, в общем-то, а все деятели с обеих сторон говорят штампами, и я уже знал, что он может сказать, понимаете, на импровизацию они, в общем, не так уж часто и отваживались, бывали, конечно, случаи, когда слово вдруг вот выскочило, простое там не слово, там, жабрыщеки, вот, а другое слово, ну, выкручивались, господи, синхронист не должен молчать, он должен на все реагировать. Я, конечно, смотрел в первую очередь как фильм, где изображена Германия, обстоятельства Второй мировой войны, искал блог, этих блог нашел я много, и я не один был такой, ну, хотя бы начать с формы Штирлица, он ходил в черной форме, ничего подобного, форма СС офицеров, особенно высших офицеров, была иного цвета, но с этим черным цветом у ССовцев очень много анекдотов, анекдот, это ведь не обязательно какая-то веселая история, это исторический факт, потому что вот самый последний анекдот с ССовцами, который никак не затрагивает фильм «17 мгновений весны», в середине 90-х годов, когда только-только появились вот эти самые зеленые костюмы, их невозможно было купить, это вот любимая одежда нынешних рыболов, огородников и все, и я работал с двумя немцами, молодые парни были оба, ну какие молодые, 30 с небольшим лет, вот, и вдруг один делает большие глаза и говорит «Эрнест, а чего, говорит, у вас народ ходит по улице в ССовской форме? Потому что это форма войск СС, ССовцы не в черных шинелях воевали, это так, это все анекдоты, поэтому, ну естественно, видите, в чем дело, я книгачей, поэтому я повесть-то прочитал намного раньше, другое дело, что фильм сделан по повести и сделан очень хорошо, то есть я знаю все эти истории вокруг Леознова и Татьяны Михайловны, она же практически ничего не получила из наград за этот фильм, хотя все остальные ее коллеги, которые делали фильм, получили, поэтому для меня не было откровением, другое дело, что Тихонов сыграл прекрасно и вообще все закручено было хорошо. Когда фильм делали, тогда еще было очень много людей, которые помнили войну и помнили всякого рода обстоятельства. я случайно совершенно в эти выходные дни я очень люблю канал «Звезда», что там есть некоторые для меня интересные передачи. И я включил канал «Звезда» и вдруг идет какой-то фильм 1957 год город остров Псковская область и начальство этого города партийное и не только партийное разъезжает на М-ках. В 1957 году уже М-ку найти было практически невозможно. Почему они именно М-ка не могут? Ведь победу проще было и найти для съемок этого фильма. Это было более характерным или какую-нибудь старую немецкую развалюху. Поэтому все это вызывает часто недоумение. Правда заключается в том, что таких, как я, людей осталось немного, кто еще не совсем впал в маразм и соображает. А 80 лет это достаточно солидный возраст, и поэтому многие... А если еще у тебя осталась память, ты многие вещи помнишь именно такими, какими они были, какими они должны быть, а не так, как их изобразили в фильмах. Поэтому я кроме документальных фильмов и спортивных передач стараюсь фильмы не смотреть. ведь в чем дело? У меня живой интерес. Как был, есть и будет. Я с этим интересом так в могилу и лягу. Я вам скажу откровенно, это никакая непохвальба. Может быть даже это в наше время и плохо, но я вообще люблю допрашивать студентов. Именно допрашивать. Я стараюсь вообще представить, ну, это в основном девушки все-таки. Кто их родители, где они выросли, чем они занимаются, какой кавалер углаши, понимаете, тогда легче. Учитель это, как я говорил одному своему немцу, Клаусу Борману, такая говорящая фамилия, я ему говорил, ну, по-немецки тут переведу на русский, значит, учитель это фокусник, кудесник, предводитель, но не соблазнитель, потому что предводитель по-немецки ан фюрер, а соблазнитель феофюрер, вот. И так оно и должно быть, а как же, понимаете, это ж люди, это ж не железяки, это ж не детали от токарного станка. Конечно, поэтому мне доставляет удовольствие поговорить со своими девочками, со студентками по душам. Другое дело, что сегодня это считается почему-то нарушением прав человека, я так по-немецки и говорю на устной практике, я говорю, я вот сейчас иду на то, чтобы нарушить права человека. Мне хотелось бы узнать, где вы отсутствовали целый месяц. А не устраивает теперь день дурака? Конечно, с удовольствием бы участвовал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok